МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Артем ТВ в студии Полины Козлова и сейчас о главном. Администрация Артема направила официальное письмо в адрес директора ДДХ Приморского края Александра Швора, в котором просит в срочном порядке решить вопрос очистки автомобильных дорог краевого значения на территории Артема от снежного наката и льда. К диспетчеру администрации Артемовского городского округа в течение дня поступают многочисленные жалобы от жителей на неудовлетворительное состояние центральных городских магистралей, улиц Фрунзы и Кирова. Как известно, именно эти дороги краевого значения и обязанности их очистки возложены на краевую организацию Примавтодор. Между тем, по информации диспетчера Дорожно-строительного управления Надеждинская, на уборке краевых и федеральных магистралей, проходящих по территории Артемовского городского округа, задействовано пять тракторов Беларусь, оснащенных отвалом и щетками, четыре комбинированные машины и грейдер. Через территорию Артема пролегает большое количество дорог краевого подчинения. Они убираются к краевым предприятиям Примавтодор. Усилия пригородного ДРСП, отвечающего за чистые краевые дороги на территории Артема, как правило, сосредоточены на федеральной трассе и дороге к международному аэропорту, только после очистки которых техника с большим опозданием направляется на главные городские магистрали – улица Фрунзы и Кирова. Тем временем снегопад не нарушил жизнедеятельности города, сбоев в работе электрических сетей не зафиксировано. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Уборку муниципальных дорог и тротуаров осуществляют порядка 16 единиц снегоуборочной техники и более трех десятков человек. Администрация Артема в очередной раз напоминает всем управляющим компаниям ТСЖ, руководителям предприятий вовремя ликвидировать последствия циклона на вверенных территориях. Не позаботившимся о расчистке от снега своей территории ждут крупные штрафы. Обстановка на дорогах города также стабилизируется. Ситуацию прокомментировал командир отдельной роты ДПС ГИБДД города Артема Алексей Майоров. С начала циклона, который к нам пришел, зарегистрировано в городе Артеме 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых, к счастью, никто не пострадал. Лишь механические повреждения получили транспортные средства. Ситуация, как мы видим, в городе тяжелая. В связи с очисткой снега наблюдаются гололедные явления на некоторых участках дорог. Поэтому обращаемся с просьбой к водителям быть предельно внимательными при выборе скоростного режима, дистанции между транспортными средствами во время движения. Особое внимание уделять при приближении к пешеходным переходам вблизи образовательных учреждений. Мы видим значительное уменьшение количества транспортных средств на проезжей части. Водители более бдительно подходят к процессу движения. Великое событие – один из главных праздников Русской Православной Церкви и Храма Богоявления города Артема. Крещение всегда почитался верующими как способ поднятия духа и возможность укрепления здоровья. Где здесь мифы, а где реальность, попытался выяснить наш корреспондент Александр Наточев, побывав в храме Богоявления и встретившись с его настоятелем, отцом Георгием. У природы нет плохой погоды. В этой светской песне природные климатические условия описаны церковными словами. Поэтому снегопад и сильный ветер не стали помехой для того, чтобы люди верующие пришли в храм на крещение. Плоть немощна, а дух бодрый. И глядя на тех людей, которые собрались в храме на службе и 18-го, и 19-го числа, это рабочие дни, это холодно, морозно, это метель на улице. Тем не менее, стояли-то наши, те вот самые немощные, больные, в преклонном возрасте. Пришли все. Те, кто был в храме, знали, что они пришли на праздничную службу. А вот те, кто окунался в проруби и обливался холодной водой на морозе, были уверены, что делают они это для здоровья. А многие уже и по привычке. И то движение, и другое, безусловно, полезное и хорошее. Да, мы в церкви ищем Бога, в воде святой, да, ощущаем присутствие Духа Святаго. И тем самым укрепляли свое здоровье. Хорошо за здоровьем идти, но без веры в Бога ничего не получится. Стоит помнить, что за вот этими сопутствующими обрядами нельзя забывать самого главного, да, про Бога нельзя забывать, про церковь. Вот есть такая категория людей, которые на богоявление, на крещение, на полынью, вот, купаться, нырять, веселиться, да, но мимо храма. То есть, как бы, вроде бы обычай установлен воспоминание крещения Господня, да, а человек совершенно об этом не думает, совершенно этим не руководствуется. И вот этот обычай благочестивый становится как преграда между человеком и Богом. В церковных писаниях сказано, Господь милостив, и многие верующие, маловерующие и неверующие вовсе запасаются на крещение водой святой для укрепления жизненного тонуса и как панацею от всех болезней на год вперед. Только как разобраться, где тут химия, физика, метафизика или промысел Божий? Для нас, безусловно, вода святая та, которая освящается чином великого освящения воды. Вот раз в году такая вода освящается, да, или два раза в году, 18-19-го. Вот, для того человека, который с верой приемлет воду из-под крана, она тоже может быть святой, потому что Господь велик в своих проявлениях. Ну, вот, когда человек из-под крана черпает воду, и когда человек приходит в церковь, берет эту воду, да, освященную, а то еще и из рук священника, там, или служащих церковным, да, все-таки совершенно иное восприятие. Храм – это особенное присутствие силы Божией, так учит нас церковь. Здесь невидимо вместе с нами, вот, репортер, вы, да, я, еще люди здесь, а еще есть Господь Бог. А вот теперь представим кран, да, воду текущую человека. Вот этот кран, обычно металлический, он упрощает, принижает, а где здесь таинство. Наверное, это и есть главная загадка не только церковных обрядов и традиций, но и души русского человека. Александр Наточев, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Есть задолженность, нет прав. С 15 января в законную силу вступили изменения, которые позволяют судебным приставам забирать водительские удостоверения у тех граждан, которые имеют те или иные задолженности. Подробнее в сюжете Дарьи Мясниковой. Теперь от неуплаченных штрафов так просто не уйдешь. С 15 января 2016 года вступили в силу положения об изменениях в законе об исполнительном производстве. Он подразумевает следующее, что судебный пристав-исполнитель в праве самостоятельно, либо по инициативе взыскателя, по поданному им заявлению, применить к должнику ограничительные меры, связанные с ограничением права пользования специальным правом. Речь идет о том, что пристав, полагая, что у должника в нашем случае имеется водительское удостоверение, применит к нему меру и ограничит его в специальных правах. Тем самым, точнее, вынесет об этом соответствующее постановление и направит исполняющий орган. В законе подробно изложен перечень оснований, которые могут привести к временному лишению прав. Речь идет о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба, а также требовании о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Суммой, превышающей 10 тысяч рублей. Исполнителем постановления судебных приставов будет выступать МРЭО ГИБДД по Приморскому краю. Получив наше постановление, МРЭО ГИБДД при передвижении водителям перемещения на транспортном средстве, в случае остановки сотрудникам ГИБДД, соответственно, будет проводиться проверка, имеется ли в отношении указанного лица ограничительная мера, о которой сейчас я веду речь. Соответственно, если действительно факт данный будет подтверждаться, орган ГИБДД составляет административный протокол по статье Кодекса по делам среднего правонарушения РФ и в последующем передается мировому судье для принятия им соответствующего решения. Мировой судья на свое усмотрение назначает наказание. Либо обязательные работы, либо лишение водительских прав сроком до полутора лет. Мы узнали у горожан, как они относятся к новому закону и будут ли такие меры действенны для заядлых должников. – Наверное, правильно. – А почему так думаете? – Ну, наверное, единственный, может, какой-то рычаг такой будет, более-менее, который заставит платить. – Ну, то есть, вы думаете, это будет воздействованная мера, да, чтобы люди… – То люди как бы уже думают, что им все можно и можно не платить. Уже много таких встречал, что кто кредиты не платит, кто еще что. – Ну, я думаю, что эта мера будет действенная, потому что, на самом деле, задолженностей у всех очень много, особенно не жалко тех детей, да, которые остаются без средств существования. Как правило, эта мама их содержит, да, на свои там крошечные заработную плату. Поэтому для вот тех отцов, которые не оплачивают, мне кажется, эта мера будет действенная. – Да я не знаю, у меня прав нету, а все равно. – Ну, это правильно. Ну, потому что водитель не же нарушает, значит, надо забирать у них права. И пускай они оплачивают, а потом дальше катаются. Судебные приставы тоже рассчитывают на новые законодательные нормы и считают, что они будут эффективными. Ну, а проверить, есть ли у вас задолженности, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Приморского края. Дарья Мясникова, Денис Наддельный, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Ехали с надеждой показать себя и попробовать спеть на большой сцене, а вернулись с триумфом, о котором даже и не мечтали. Хор детской школы искусств номер один стал абсолютным победителем международного творческого фестиваля в Санкт-Петербурге. Своими впечатлениями участники хора поделились Зоей Нестеренко. У хора-фантазера детской школы искусств номер один обычные будни с разучиванием новых произведений. Но не прошла еще радость от поездки в Санкт-Петербург на международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты», которая для них стала триумфальной. Заняли в своей номинации в академическом пении первое место, а из общих номинаций у нас Гран-при. Высшая награда. Мы этого не ожидали. И, конечно, были очень огромные эмоции. Все, можно сказать, даже плакали от счастья. Награда, хоть и неожиданная, но заслуженная. Хор-фантазера, несмотря на то, что это детский коллектив, давно зарекомендовал себя как профессиональный. Коллектив возил на фестиваль всего три произведения, но и этого стало достаточно, чтобы именно фантазеры открывали галоконцерт. Академическая манера исполнения должна соответствовать строгим требованиям. Во-первых, это должно быть многоголосие. При исполнении классической музыки есть стройские рамки, которые называются стилем. Мы исполняли произведение Шуберта. Это немецкий композитор, он камерный, много вокальной музыки написал. И вот мы как раз в стиле были. Это очень сложно. Это было отмечено комиссией. Может, так не скромно о себе говорить, но мы планку держим и стараемся ее держать. Когда нам дали 10 минут в зале под микрофоны все это пропеть, выйти, зайти, чтобы у нас было все это идеально, 10 минут всего лишь. Ой, мы переживали страшно, но ничего. И вечером, когда на пятиминутку я всех после ужина собрала в гостинице, я сказала, девочки, мы должны заявить о себе. Мы долго к этому шли. Чудеса приходят на рассвете, Святый сад на куманом свете, Исчезают лунные полоски, И у нас песня была очень веселая, яркая, заводная. И поэтому нас решили взять, исполнять, открывать этот концерт, чтобы дать такое настроение праздничное. Солнце улыбается, это значит, а если вас на эту землю, мы счастье принесли, вас на эту землю, мы счастья принесли. Привезенные награды уже история школы, гордость за то, что все получилось, и радостное воспоминание, и чувство благодарности. Для меня это вообще такая радость была, то, что мы все-таки смогли, смогли поехать в этот прекрасный город. Мы были в Русском музее, в Царском селе мы были, но еще мы были на президентской елке. Спасибо нашей администрации школы, спасибо администрации Артема, и огромное спасибо, это, конечно, нашим родителям, которые переживали за нас. Зоя Нестеренко, Денис Наддельный, Светлана Нурик, Городские новости. Из года в год мобильные гаджеты все прочнее входят в нашу жизнь. Ватсап, Твиттер, Инстаграм и другие средства быстрого общения уводят нас от возможности выразить свои мысли, написав их на бумаге. В день почерка мой коллега Максим Шпак выяснил, почему нужно чаще браться за ручку. В интернете намного проще найти все. Там же читать проще. Телефон, планшет, все. Телефон и компьютер. Сегодня у среднего школьника минимум по два гаджета, а выход в интернет для них скорее привычка, чем потребность. Обменяться пару сообщениями, поставить лайк или сделать репост. Выполняя все эти действия, они используют функцию письма, но только искусственную, через сенсорный экран. Писать от руки в новом веке, пожалуй, мы разучились. Вся важная информация хранится в смартфонах, и они буквально затягивают людей, как на этих фотографиях. Тоже и с письменностью. Эту роль мы возложили на машины. Самое главное у человека утрачивается, прежде всего, ощущение, наверное, грамотности. А когда человек путем руки, пальчика, нажимая кнопочки, он перестает писать. Если утрачена способность письма, то, соответственно, и грамотность наша снижается. Набирая слова в любом текстовом редакторе, даже самый неграмотный человек напишет без ошибок. Он знает, как слово пишется, запоминает просто-напросто. Знает и о знаках препинания гораздо больше, чем, наверное, нужно было бы. И ценится не только общение через эти удивительные технические средства, а общение с ней вживую. К счастью, сегодня в школах на уроках пишут от руки. Прогресс вносит свои коррективы. Интерактивные доски, домашние онлайн-задания. Безусловно, облегчают работу преподавателям и ученикам. Но врачей и невропатологов это не радует. Если такая тенденция сохранится, то через 10-15 лет никто не будет писать от руки. Прогноз, конечно, спорный, но имеет место быть. И поэтому мы решили провести эксперимент на усвоение информации. Добровольцы напишут по одному предложению. Посещая музеи, концертные и выставочные залы, мы приобщаемся к прекрасному миру искусства. Посещая выставочные и концертные залы, мы приобщаемся к искусству. К настоящему искусству. К настоящему искусству, да. Слова настоящие, я забыл бы. Посещая концертные и выставочные залы, мы приобщаемся к миру искусства. Школьники писали от руки и задания выполнили. Теперь посмотрим, как они справятся, набирая текст на планшете. Настоящее искусство – это не только отражение действительности, но и отражение нашего внутреннего мира. Настоящее искусство – это не только отражение нашего внутреннего мира, но и отражение нашего внутреннего мира. Кое-кого память подвела, ведь клавиши не заменят старые добрые ручки. У меня от руки было намного легче писать и запоминать, поэтому я от планшета запомнил хуже, чем письменно. Я могу и так, и так информацию воспринимать, это без разницы вообще, просто я считаю, от руки все-таки лучше воспринимается информация, потому что этому мы учимся с первого класса. Лучше общаться не через соцсети, а лучше на улице гулять, общаться как бы с друзьями на улице. Ну, я считаю, все уже привыкли сейчас. Я могу общаться и вживую, и в интернете, так как, в принципе, мои сверстники. То есть мы совмещаем общение, как вживую, так и в виртуальной реальности. Писать нужно и важно, как мы выяснили, чтобы в недалеком будущем письмо или открытка, написанные от руки, не стали желанным приобретением. Максим Шпаг, Генис Болтов, Слава Нурик, Городские новости. На этом у меня все. Приятных вам событий и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин